Костюмы морских зверобоев, кочевников сибирской тайги и приамурских рыбаков. Увидеть уникальные экспонаты из коллекции Российского этнографического музея теперь можно и в Наринмаре. Из Северной в Заполярную столицу приехала выставка «Радуга на снегу», посвященная богатству и многообразию традиций народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Среди множества экспонатов и редкие экземпляры, например, костюмы из кожи конца XIX века. На открытии выставки побывала и наш корреспондент Ирина Нижалова. На протяжении столетий народные умельцы создавали богатую и своеобразную культуру, используя привычные для них материалы – мех оленя и нерпы, кожу морских животных и рыбы. Традиционный костюм каждого народа имел ярко выраженную специфику. Она проявлялась в особенностях кроя, выборе материалов, украшений и расположении декора. Народы Преамурия, например, использовали для изготовления одежды, обуви, декоративных элементов, различных сумочек, рыбью, кожу различных пород. Вот здесь представлен халат женский праздничный, который выполнен из кожи сазана и кеты. При выделке рыбья кожа становилась очень мягкой и податливой, как замша. Эта одежда была очень легкой, практичной и непромокаемой. Одежду из рыбьей кожи богато украшали орнаментами. Считалось, что они защищают человека от злых духов. Не менее уникальные экспонаты представлены и на соседнем комплексе. Он посвящен народам Восточной Сибири, приморским чукчам, которые занимались морским зверобойным промыслом, охотились на нерв, моржей и китов, из кишек которых потом шили себе камлейки. Это промысловая одежда, которая одевалась поверх меховой и защищала морских охотников от намокания. Также у нас есть здесь представлена одежда, шитая из скрапивного полотна. Это племена бывшие Югры на сегодняшний момент. Это народы ханты и манси. Есть на выставке и другие не менее интересные экспонаты. Один из них – костюм, который корякский народ в 70-е и 80-е годы подарил Леониду Ильичу Брежневу. Вот такой подарок по достоинству был оценен головой государства. Это такой зимний мужской костюм? Да, зимний мужской костюм, причем праздничный, они ему подарили. А, зимний? Да, праздничный. Не каждый день так ходят. Помимо костюмов о культуре народов рассказывают и предметы быта, изготовленные из меха, дерева, бересты и кости. Каждый народ, проявляя мастерство и фантазию, превращал, казалось бы, простые вещи в настоящее произведение искусства. Дополняют выставку фотографий из фондов Российского этнографического музея, знакомящие с народами, которые в сложных природно-климатических условиях создали уникальную северную цивилизацию охотников, оленеводов и самых северных коневодов мира. Ненецкий краеведческий музей представляет эту выставку для того, чтобы каждый живущий житель, так как в городе Наринмаре и во всем Ненецком автономном округе, хотя бы немножко прикоснулся к этому уникальному, самобытному искусству народов севера, сибири и Дальнего Востока и удивился тому, сколько же народов у нас проживает в нашей огромной и большой стране России. Прикоснуться к самобытному искусству сегодня смогли воспитанники одного из детских садов Наринмара. Ледошкаля от знакомства с экспонатами провели в познавательно-развлекательной форме. Точно такие лыжи, ракетки, которые есть у нашего охотника за морскими животными. Примерно такие же. И сегодня ваша задача будет пройти по снегу. Сегодня ребята побывали в роли морских зверобоев. Каждый мог примерить лыжи охотника. Помимо хорошего настроения, ребята получили новые знания, о которых обязательно расскажут своим родителям, братьям и сестрам. Окунуться в историю самобытного искусства народов севера, сибири и Дальнего Востока могут все желающие. Выставка «Радуга севера» будет работать до 4 ноября. После этого экспонаты отправятся обратно в Российский этнографический музей Санкт-Петербурга. Ирина Нижалова, Дмитрий Лукевич, Владислав Носкин, Телеканал «Север».